Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Скажите, в чем причина моей агрессии, что мне с этим делать? С самого детства у меня присутствует агрессия в адресу бабочка. Были моменты, что я к маме, но в основном к бабочке, потом чувствую вину и стыд. Последний раз особенно была агрессия в 19-м году, она продолжалась года два. Да, меня положили в психиатрическую больницу, работал с психологами, принимал антидепрессанты, были приступы сильной злости. В последнее время опять появились такие случаи, но правда сейчас их гораздо меньше. В этот момент у меня бывает прослеживается чувство обиды на маму, что мне делать? Смотрите, здесь ситуация такая, что агрессия это угроза. Угроза, как правило, человеку, то есть агрессию вызывает именно какая-то угроза, агрессию вызывает необходимость защищаться. И агрессия вызывает, собственно, вот это вот самое чувство обиды, которое вы подавляете. То есть я думаю, что ваши чувства, они не случайны. Соответственно, их нужно проживать, их нужно осознавать, их нужно выражать, по возможности, адекватно, вот, в том числе и вашей маме. То есть рапин, какие-то вот обиды, все-таки остатки. Я не очень понял, как то, что вы описываете, связано с тем, что вы были в психиатрической больнице, вот, то есть как это связано, я, честно говоря, не очень могу понять. Вот, по крайней мере, пока что. То есть как это вот вообще, ну, как это между, как это между собой связано, пока, пока непонятно. Вот, ибо дело все в том, что к психическому заболеванию, вот, то, что вы описываете, как бы отношений не имеет, причем без антидепрессанта, я тоже не понимаю. Но, если у вас есть, так скажем, диагноз, да, то, наверное, имеет смысл, ну, тоже на него, на диагноз ваш обратить внимание, да. То есть, ну, как-то вот имеет смысл на это тоже, ну, посмотреть, вот, потому что совершенно очевидно, что на вас это может влиять, вот. Ну, так или иначе, так или иначе, на вас это может влиять, хорошо или плохо, ну, понятно, что, скорее, негативно, вот, на вас это влияет, да. Но, тем не менее, и дальше уже как-то вот, ну, корректируя несколько, вот, свое состояние, да, с учетом вашего психического здоровья, я думаю, что можно было бы работать с психологом, то есть, вы, вот, вроде бы, как говорите о том, что вы работали с психологами, да, вроде как вы говорите, но я, честно говоря, пока что не очень понимаю, к чему вы пришли, работая, ну, с психологами, опять же. То есть, ну, да, вы работали, а, как бы, что дальше, были ли какие-то вот у вас результаты работы, то есть, были ли у вас, какой-то прогресс в, допустим, ну, допустим, да, в понимании, например, себя, ну, себя и так далее. То есть, вот я пока этот момент не очень, честно говоря, понял. И, на мой взгляд, с этим вам следует, в первую очередь, работать, как мне, по крайней мере, кажется, ну, как мне кажется. Вот. Вот, в принципе, наверное, то, что можно было бы вам сейчас ответить, вот, то, что можно было бы сейчас вам ну, с точки зрения психологии, да, предложить, вот, как мне кажется. то есть, работу с прикольного, работаю с восторгами, работу, с вашими, вот.. ээээ.. чувствами и так далее. Вот. То есть, я думаю, я думаю, так. Эээ, есть Есть ощущение, что довольно много вы себя подавляете, есть ощущение, что довольно много и сильно вы себя, ну, зажимаете, вот, и так далее. То есть это вот, на мой взгляд, как раз, основной, как бы, вектор, да, работы, на который вам, ну, имеет смысл обратить внимание, вот, на данный момент. Вот, это вот то, что я бы вам здесь и сейчас предложил бы. То есть, да, это вот в первую очередь, пожалуй, работа именно с психологом, вот. То есть, ну, как бы, продолжение работы с психологом вам нужно, вот, продолжать работать с специалистами. Вот, и просто, может быть, делать это, ну, как бы, более осознанно, что ли, вот. То есть, вы-то сами с психологом хотели работать, вы сами, или нет, или да, то есть, вот, как это происходит. Вполне возможно, вполне возможно, я наверняка не знаю, наверняка не знаю, но вполне возможно, что вы в этом смысле действительно накопили в себе много негатива по отношению к своим родителям. Да, в том числе по отношению к своей маме, бабушке, вот, и вполне возможно, что все это вас вот как-то, ну, до сих пор, ну, тревожит. Все вас это как-то до сих пор волнует, все вас это как-то до сих пор давит. Вот, и в этом смысле нет, на мой взгляд, других вариантов, кроме как только, вот, работать с, ну, со специалистами и позволять себе какие-то чувства, позволять себе какие-то эмоции, вот, допускать их и так далее. Важным моментом, на мой взгляд, является также то еще, общаетесь ли вы с мамой и с бабочкой сейчас. Потому что, если, например, нет, если, ну, вот, например, да, если вы общаетесь сейчас с мамой и бабочкой, это одно, если вы не общаетесь вот сейчас с мамой и бабочкой, то это, конечно, другое. То есть в первом случае будет легче, ну, на мой взгляд, да, будет легче. Какие-то детали вам проработать, будет легче, какие-то детали вам просмотреть и увидеть, вот. Если вы общаетесь вот с мамой и, ну, с мамой и бабочкой до сих пор, вот, то, конечно, вам будет куда сложнее, вот. Потому что, по факту, вы, ну, вы, как бы, вот, снова и снова будете оказываться вот для себя в похожей ситуации, но в то же время в этом смысле вам нужна поддержка. То есть в этом смысле вам нужна поддержка и как раз-таки помощь в том, чтобы направить вот свою энергию, которая вот у вас появляется, да, направить ее, ну, немножечко, скажем так, в другое русло. Вот, сейчас у вас это не получается сделать, типа, ну, опять же, по тому, что вы свои чувства, скорее всего, скорее всего, зажимаете. Я тут вот, ну, наверняка не скажу, да, потому что, ну, наверняка не знаю, вот, но, скорее всего, я так думаю, что вы зажимаете свои чувства. Вот, делать это, ну, не лучшая идея это делать, потому что, как вы, я надеюсь, поняли, да, как вот, ну, как, как свои чувства не зажимают, да, все равно, все равно они, ну, дадут о себе знать, так или иначе. Я думаю, что вот примерно такой ответ вам можно дать здесь с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Я желаю вам всего самого доброго, я желаю вам удачи, я надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым, самым лучшим образом. Обращайтесь за помощь, вам она, конечно же, пригодится, вот. Обращайтесь, только не затягивайте. Обращайтесь. Обращайтесь. Обращайтесь.